Они привыкли смотреть с высока, не надменно, а с борта самолета. Сегодня нас ждет Як-42. Летим до Москвы. Наш самолет имеет шесть аварийных выходов, 20, 20, 20 лет. Эти движения Татьяне Потаниной ночью снятся. В стюардесса она пришла из турагентства. Боялась, не возьмут, ростом невысокая. Теперь муж ревнует к пилотам, а сама Татьяна научилась держать равновесие на борту и успокаивать нервных пассажиров. Те, которые боятся летать, они, да, немножко капризничают, бывают там, придираются. Спрашивают обычно, сколько лет самолету. А не боимся ли мы летать. Спрашивают, сколько лет пилоту. Спустя час с небольшим мы в столице. В аэропорту Домодедово у стюардесс сегодня другой амплуа. Их ждет дефиле. Крупные авиакомпании хвастаются униформой своих экипажей. Подиум стилизован под взлетно-посадочную полосу. А удивляет, кто как может. Одни шагают с теннисной ракеткой, другие в свадебной фате. Хотя в полете, конечно, такого нет. А вот индианки и правда встречают пассажиров в саре. И орданки в длинных платьях с ручной вышивкой. А вот и саратовские девчонки для дефиле выбрали самых высоких. Для них сшили специальные плащи. Это аксессуар лишь для показа. А он, кстати, заставил стюардесс поволноваться. Для меня, наверное, было сложно выспаться. Потому что до этого я была в командировке. И у меня был один выходной. И мне нужно было хорошо выглядеть перед этим. И я выспалась, делала маникюр, прическу, макияж. Но это действующие бортпроводники. Поэтому им не занимать многих качеств, которые нужны настоящим участникам дефиле. Такие как выдержка, стойкость, прямая осанка и так далее. Поэтому наши сегодняшние репетиции не заняли слишком много времени. Для некоторых крупных авиаперевозчиков униформу придумывали знаменитые дома моды. Их музы в основном стройные, так же, как и большинство стюардесс. Поэтому в некоторых авиакомпаниях на первом этапе собеседования будущие бортпроводницы должны были попасть в размер костюма. Возможно, чтобы полет вам понравился. Летим обратно. Стюардессы, что ходили по подиуму, теперь в роли пассажиров. С коллегами солидарны. Капризничать девушки не привыкли. Завтра им самим в рейс. А этот полет прошел спокойно. Первым из пассажиров на борт пошел мужчина. Это в воздухе. Хорошая примета. Кристина Трушина, Алексей Чудин. Новости телеобъектив.